Друзья, привет! С вами Антон и вы на канале Blackroom. Сегодня у нас очень крутое событие, наконец-то состоится тот самый батл проекторов в GVC против Sony и против Epson. И со мной сегодня, в этот замечательный день, находится Сергей Щеглов, известный в России аудио-видеокалибровщик, который поможет мне провести весь этот батл и сделать так, чтобы результаты были максимально объективны. Привет, Сергей! Спасибо, привет! Что скажешь, как тебе вообще эта затея и идея и какие ожидания у тебя от сегодняшнего батла? Ну, в такой битве, вооруженность у проекторов разная. И это, конечно же, очень многое определяет. Скорее, это будет, на мой взгляд, не батл, а ну как выяснить, что куда годится в лучшей степени. Да, очень редко кто-то сталкивает эти проектора друг против друга, потому что все они по-своему хороши. Вот, но нам хотелось бы понять, как они друг перед другом выступают в отдельных каких-то величинах, да, и какую они эмоцию дают в итоге, и какой эффект дарят вам как потребителям, когда вы проектор себе рассматриваете в домашний кинозал. Стоимость у проекторов очень разная, и поэтому их в первую очередь сравнивать можно, конечно, но стоимость она всегда держится в уме, да. То есть мы не можем отрешиться от того, что один проект, скажем, в десять раз дороже. Ну, грубо, да? Почти в десять. Да, да, да. Вот, поэтому как бы они не показывали, все равно это какой-то показатель качества отражается, стоимость, да. Вот, это как бы от наших сравнений даже не очень зависит, но мы можем выяснить, насколько это, насколько это качество востребовано, да, вот этот избыток и недостаток, и как это будет в итоге выглядеть на экране реально. Да, что же это на самом деле дает и по конкретным отдельным дисциплинам. Вот, друзья, на самом деле, дисциплин мы выбрали целую кучу. Мы, как будет происходить батл, сейчас кратко расскажу. Значит, мы произведем целый ряд аппаратных измерений. Мы обязательно померяем контрастность, мы померяем уровень фонового шума на разных режимах работы лампы или лазера, в зависимости от проектора. Мы будем мерить время, за которое проектора, например, переключаются из режима SDR в режим HDR. Что мы еще померяем? Мы будем мерить, разумеется, минимальную и максимальную яркость, да, там, на режиме low, на режиме high или, там, на сто процентов лазера или на нуле процентов лазера, вот. И еще целый ряд параметров, и в итоге будет единая табличка, которую вы сможете посмотреть, скачать, вот. Но это не все. Кроме того, что мы намеряем и действительно зафиксируем объективных вещей, мы хотим еще провести, разумеется, субъективный просмотр и, ну, прослушивание здесь некорректно будет сказать. Что-то вроде того. Что-то типа того, как мы делали в случае со сравнением процессоров. Шторм Аудио, Тренов и третий процессор был у нас NAD, поэтому, если не видели это видео, очень интересно, переходите по ссылочке, посмотрите. А здесь мы будем смотреть фрагменты фильма в формате HDR, SDR и ставить оценки по 7 пунктам в нашей анкетке, которую мы тоже подготовили, как и в прошлый раз. Вот, будет у нас трое членов жюри, еще к нам присоединится один человек, когда мы дойдем до этапа просмотров и будем ставить просто оценки в баллах от 0 до 10. В итоге сложим это все дело и сложим с той единой табличкой, которую мы проведем, объективные замеры, да, и некий общий победитель все равно у нас с вами будет, вот. Поэтому смотрите до конца, будет, я думаю, очень интересно. Вот. Ну, а мы приступаем и первым делом будем делать всякие различные замеры измерения, так что сейчас, если у вас начнется Benny Hill на экране, не удивляйтесь, чтобы сэкономить ваше время, мы потратим наше. И чуть не забыл, хотел рассказать об исходных данных. Как вы видите, за мной стоят три проектора, они все будут подключены к одному источнику сигнала, к нашему процессору NAD и ролики мы будем смотреть с медиапроигрывателя DUNE 4K PRO. Ролики как SDR, так и HDR. Вот. Как подготовлены проектора? Мы решили не калибровать их по полной программе для того, чтобы на самом деле их немножко сравнять. То есть мы сделали что? Мы выровняли у них баланс цветов, шкалу серого откалибровали, и они у нас как минимум показывают корректную цветовую температуру. Потом мы выровняли их темпер... яркость свечения для того, чтобы в формате SDR их можно было максимально корректно опять же сравнить. Вот. И поставили базовый заводской пресет на цвет, и color management у них не трогали. То есть мы делаем так, как они пришли по сути по цветам с завода. Будем смотреть их именно в таком режиме. Потому что каждый раз этот вопрос он такой, понимаете. Очень можно долго сидеть калибровать цвета на проекторе, и в итоге чего-то намудрить, и потом весь эффект, собственно, картинки испоганить того, что мы будем потом смотреть и субъективно оценить. Поэтому заводские настройки, но шкала серого откалибрована. Вот. И, в общем-то, все. А формат HDR мы будем смотреть на стандартном, опять же, заводском пресете для формата HDR. Будем включать максимальный лазер, максимальную лампу, где она сама не включается. Вот. И тоже будем выбирать стандартный пресет по цвету, который в этом пресете с завода идет и стоит. Вот. Таким образом будем смотреть, на что способны проектора именно в формате HDR. Первым делом мы померяем параметры по шуму проекторов. Для этого сейчас будем ставить микрофоны, подключать ноутбук, будем мерить время переключения между источниками и прочие разные вещи, которые можно мерить, не выключая свет. Потом уже переместимся, померяем контрастность, и уже потом перейдем к остальным субъективным просмотрам и прочим-прочим оценкам. Так, друзья, а теперь мы перейдем к измерению контрастности изображения, сравнительной контрастности. Делать мы будем это с помощью моего калориметра от компании X-Ride. И цель не померить настоящие натуральные характеристики в нашей конкретной комнате, а провести именно сравнение, как замеряется один проектор относительно другого. Ну и попутно еще сравним уровень чертова на глаз, проведем некое АБ-тестирование. Вот для этого сейчас установим калориметр и приступим к измерениям на паттернах. Так, первое у нас это с выключенными электронными диафрагмами с одинаковой яркостью GVC Sony. Слева Sony? Слева Sony, справа GVC. Вот она яркость. Слева, соответственно, контраст выше, чем справа. Ну, на глаз так раза в два, да, наверное? Ну, заметно очень, скажем так. Так, а теперь что, включим динамическую диафрагму. Лазер выключается совсем. И света никакого проектор не дает на черном, на темных участках. Вот так видно, что слева темно, да? Да, справа. Вот, а слева работает проектор Sony. И мы можем его, на самом деле, включить. Вот, тогда у нас лазер включается и появляется более яркое свечение черного фона. Стоит нам отключить его, через секунду лазер гаснет. И это прикольно. Сейчас мы включим диафрагму и, ну, мне что-то подсказывает, что это такого эффекта не даст. Оп. Ну, в два раза она стала темнее, но не выключилась. Сравнили. Включаем обратно и теперь у нас сравнение с Epson пойдет, да? Очень ярко. Просто очень. Прям даже в три раза, наверное. Ну, то есть, без динамического лазера? Без динамического лазера, да, нельзя вообще его только калибровать. У Epson тоже слухи ходят, что они деградируют. Да? Что со временем, там, да, неравномерности появляются всякие. Но это было давно. Стэнбай. Так, я G-Vis выключил. Включаю. Эпсон Чун. И втыкаю в него сигнал. Один в один, по-моему. Да. Просто один в один. Чуть темнее справа. Даже темнее, да, справа? Да. А, просто и оттенок немножко другой. Слева в зеленый, а справа такой вот. Чуть в красный. Да. Хотя они, короче, дают одинаковую глубину черного. Ну, тогда, значит, выключаем Соньку. Включаем G-Vis. G-Vis мы не меняли, да? Он у нас на прежнем стоит. Так, на Epson у нас натурал и диафрагма. Ну, примерно та же картина, да, что с Sony. А-а-а-а. А-а-а. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И проектор GVC На первом месте С 182 баллами Отрыв между Sony и GVC Не очень большой на самом деле И мнения наши разнились Но относительно Эпсона все-таки лидер ускакал Достаточно далеко Что хочется еще сказать Давайте я в конце подытожу по остальным параметрам А сейчас мы Послушаем то, кто что думает Про то, что мы на самом деле просто увидели Сергей, твое мнение И наблюдение Наверное Ну так и общее впечатление Эпсон Проектор точно хороший Особенно если учитываете его Стоимость Что ему можно поставить в минус Но некая такая Грязноватость картинки Я бы сказал Она такая Ну не четкая И хочется промыть Да Вот И все остальное Где-то отсюда и проистекает То есть это такие же Немного невнятные цвета Ну и все остальное Какое все такое Замыльно Я не могу там ничего выделить Отдельно хорошего Или отдельно плохого Ну а что-то может быть Больше понравилось Например Чем на всех других проекторах Или все было похуже По всем позициям Он ни у кого ничего не выиграл Скажем так А его самая сильная Какая-то сторона По взгляду Ну безусловно Это яркость Безусловно Это то что он Достаточно нормально Поддерживает HDR Ну про HDR Я просто не говорю Там все Опять же нормально Вот Ну для каких-то Более детальных Что-то более детальное мнение состоит Нужно естественно Более детально его и изучать И смотреть И по приборам И по более разным картинкам Вот Но я говорю В целом он Очень и очень неплохой проектор Правильно ли я понимаю Что ты бы из него выжил Еще гораздо больше Чем мы здесь При наших подготовительных мероприятиях сделали Да Из него Там точно абсолютно Можно еще выжить Но вот эту Грязноватость Не уйдешь Могу сказать точно А в чем она проявляется Как бы ты описал Грязноватость Она в движении Какие-то смазы Или что Нет Именно В какой-то Четкости Картинке Не говорит Я не говорю Если как там 4К 2К А вот Общая Она не Она как-то замазана Понятно Не знаю Как это выразить Более Понятно Ну то есть Epson в любом случае У тебя Аутсайдером Получился Конечно А если про Sony И GVC Про Sony И GVC Тут очень двойственные Впечатления И я не знаю С чем это связать Скорее всего Все-таки Sony Мне Немножко Уступает По общим Впечатлениям Из-за Какие Ну Проблемы с объективом Называть Это вещи Так То есть Там Видны Характерные Проблемы Объектива Это Некоторые Замылились Там присутствует Ну Не такой Ясный Что Но Но При этом У него Есть сильные Стороны Он Очевидно Более яркий У него Очевидно Более Глубокий Цвет Как бы Глубина Цвета Это уже Дает Это В свою очередь За собой Тянет Некоторую Улучшенную Деталировку Общего Изображения Потому Деталировка В этих Цветах Лучше Вот Но Я говорю Все Портит На мой взгляд Портит Объектив Ясно Ну Итоги Говорят Сами За себя Вов Что Ты Скажешь Я Я Совершенно Субъективно Подойду К этому Вопрос В этом В этом И суть Конечно На уровне Обихода Epson Довольно Яркий Но у него Есть какая-то Зернистость Ее Может быть Так Назову Картинка Немного Неестественная Может быть За счет Как раз Избыточной Яркости Может быть Именно Для этого Помещения Понравился GVC Тем Что он Какой-то Собранный У него Нет Ярких Моментов Которые Запоминались бы Но он Вот такой Как не знаю Если можно Конечно Сравнивать В мире Телефонов iPhone Ничего Выдающегося Но Все достаточно На среднем Хорошем уровне У Sony Есть свои Яркие Моменты Которые Выделяют Его даже По сравнению С GVC Но Он Очень Несобранный У него Такая Разносторонность Какая-то Есть Перекос Уликость Где-то Он Нет Где-то Лучше Где-то Он проявляет Себя Хорошо А где-то Вообще Ну Уступает Тому Жепсону Опять же Субъективно Ну Ты бы себе Какой купил Я бы Посмотрел Еще Что-нибудь Из этих Я бы Выбрал GVC Явно GVC Да Взял бы Понятно Ну Если Учитывать Опять же Стоимости То Я думаю Безусловно На первом месте Жвись Безусловно Понятно Так Ну Мои Мнения Субъективные После Просмотра Что я могу Сказать Epson Не вызвал Эмоций Скажем Так То есть Он был Достаточно Яркий В нем Вроде Все Хорошо Происходило Вроде И движение Нормальное И все Остальное Но Это было До того Как Мы Просто Включили GVC Надо еще Оговориться О том Что Почему-то У нас Не получилось Нормально Запустить На нем В 10-битном Цвете Яркости HDR На 60 FPS Если я Не ошибаюсь Это все Дело Работало Но То ли Сегодня Сбои Какие-то У нас Идут С источником Несовместимости То ли Что-то Еще Мы Не смогли Как следует Оценить Его на 60 FPS В HDR И Это Очень Жалко Потому Что В Sony И GVC Разница Была Видна Вот И Только После того Когда Мы Включили GVC Сразу Стало Понятно Что Epson Был Какой-то Как вам Сказать Там Была Там Точно Было Хуже Движение Оно Было Немножко Таким Как бы Рваным И Было Было Такое Немножко Искусственное Оно Не было Похоже На Реально Происходящие События Скажем Так То есть Это Было Какое-то Ну Видео Да Вот Привычное Нам Кино Там Некий Строп Есть Когда Идет Движение Параномированное А тут Было Как будто Видеозапись Хотя Вроде Количество Кадров То же Самое И Не Сказать Что Была Какая-то Вставка Кадров То есть Движение Было Вроде Плавное Но Оно Было Все Равно Какое-то Грязноватое Рваненькое И В GVS Сразу Захотелось Смотреть То Что Происходит Оно Сразу Затянуло На Экране Даже Мы Сначала Смотрели СDR Ролики Четыре Ролика И Потом Уже Переключались На HDR Так Вот В самом СDR Все Было Просто На Очень Четким Даже Full HD Картинку Особенно Это Видно Когда Мы Растягиваем Изображение На Весь Экран И Детализация Становится Для Глаза Более Понятна Именно На Картинке Но На GVS Его Натуральные 4К Матрицы Еще Лучше Апскейлили Full HD Изображение Очень Ярко Было Видно На Гонках Из Фильма Форсаж Прям Детальность Кожи И Конечно Живис Раскрылся На 4К Несмотря На То Что Там Немножко Некорректно Оказалось Настроена Контрастность Вышибали Самые Яркие Картинки Облака Яркие Облески Но Впечатление От HDR Было Потрясающее Большой Динамический Диапазон Было Видно Это HDR Не Перепутать Ни с чем Из Другого Конца Комнаты Сразу Стало Видно HDR На Фоне Эпсона GVC Конечно Был Шагом На Порядок Вперед Я бы Так Сказал То есть Это Ну Как бы Их Сравнивать Некорректно Когда Ты Сравниваешь В лоб Даже Несмотря На То Что GVC Был Настроен Получается Не Совсем Корректно Что Я Не знаю Без Без Вот Этих Подводных Камней К сожалению Наши Наши Баттлы Не Проходят Всегда Есть Какие-то Штуки Сколько Не готовься К ним Все равно Какие-то Есть Вещи Которые Хочется В процессе Подправить Но Как вы Понимаете Время У нас Здесь Ограничено И Сделать Мы Уже Этого Не Смогли Хотя Пытались Очень Долго Добиться От Эпсона Чтобы Он Начал Показывать Нам 60 FPS В HDR Как он Это Делать В 10 Бит Он Почему-то Только 8 Бит И Все До Свидания Будем Выяснять Вот Что касается Sony На мой Взгляд Картинка Сразу Ну Как-то Провалилась И Причем Сильнее Всего На мой Субъективный Взгляд Опять же Был Заметен Ну Как бы Меньший Динамический Диапазон То есть Проектору Не хватало Уровня Черного Чтобы Там Впечатлять Именно Деталями В тенях Но Так Чтобы Они Не Были Серами И Ему Не Хватало Ярких Моментов Которые Было Ставили На Уровень GVC Причем Это Было Видно И В SDR И Особенно В SDR Картинку В SDR Я бы Не сравнил Если Честно Она Может Была Более Правильная Там Было Видно Все И все Яркие Моменты И все Темные Но Темные Были Более Соответственно Светлыми То есть Более Серыми А Яркие Блестел Ну Опять Ж Возможно Мы Где-то Чего-то Опять Недонастроили Так Чтобы Их Максимально Корректно Сравнивать И Я уверен Что Можно Из этого Дела Еще Выжать Какого-то Пороха Вот Но Вот Такое Сравнение Я Если Честно Не ожидал Что Будет Такая Разница Мне Например Ну Мне Конечно Были Догадки Но Вот Флоп Флоп Прям Я бы Наверное GVC Взял И Не Раздумывал Причем Подумал Над Более Старшей Моделью Если Уже Сравнивать Его С Более Дорогим Sony Лазерным Я бы Подумал О 8K Модели NX9 Потому Что Там Еще Лучше Контраст И Есть Возможность Интерполяции Даже До 8K Любого Контента Это Очень Интересно Вот Такие Вот Наблюдения Заключения Поэтому Подытоживая По Субъективному Просмотру GVC У нас Победил Sony С небольшим Отставанием Идет Сергей Как Специалист Калибровщик С многолетним Опытом Говорит Что Sony Отстает Если Отстает То Не Сильно И Он Значительно Более Живой Вот Я С сугубо Эмоциями Оперирую Мне GVC Sony Однозначно Победил Вот Такие Вот Дела Друзья А Сейчас Мы Я Коллег Отпущу И Мы Кратко Подытожим По Остальным Параметрам Потому Что Мы Посмотрели Уровень Черного И Все Остальное И Я Хотел Вам Отдельно Про Это Чуть Тоже Кратко Рассказать Друзья Хочется Быстренько Подытожить На самом Деле Результаты Этого Батла Но Сделать Это Сейчас Очень Сложно Потому Что Есть Целый Ряд Параметров Которые Мы Замерили Они У Нас Все Зафиксированы Мы Выложим В Отдельном PDF Документе Он Будет Доступен Для Скачивания Прямо Вот Здесь По Ссылочке В Описании К Этому Видео Чтобы Вы Смогли Детально И Спокойно Рассмотреть То Что У Нас Получилось Замерить Это И Уровни Контраста И Скорости Переключения Между Стандартами HDR SDR Это Уровень Шума На Разные Настройки Ламп Или Лазера Которые Мы Замерили В 20 Сантиметрах От Каждого Из Проекторов Это И Скорость Включения Выключения Каждого Аппарата В Отдельности И Многое Другое Все Они Так Или Иначе Складывают В Общую Картинку Плюсов И Минусов Того Или Иного Аппарата И Соотношение Всех Плюсов И Лучше Там Или По Соотношению Цена Качество Например Он Выиграл Проиграл Или Занял Среднее Место Но На самом деле Цель Была Сравнить Sony И GVC Вот И Здесь Каждому Опять же Своё Я думаю Что Вы Выберите Те Параметры Которые Важны Прежде Всего Для Вас Посмотрите Что Мы Действительно Намерили Вот Но По Уровням Черного Например Здесь Ожидаемо Побеждает В нативном Именно Уровне Черного GVC Хотя У Sony Есть То Чего Нет У Остальных Всех Других Проекторов Он Может Свой Лазер Выключать Просто В ноль И Не Давать Никакого Света На Экран Совершенно Побеждая Тем Самым В Динамической Контрастности Даже GVC Вот Оно Контраст На Проекторе Sony Выше Как Не Смешно Потому Что Он Умеет Выключать Лазер На Все 100% Но По Этому Параметру Например Проектор Epson Тоже Не В Аутсайдерах Если Сравнивать Его Нативную Контрастность С Нативной Контрастностью Матриц Проектора Sony То При Выключенной Динамической Диафрагме У Одного И Выключенном Динамическом Лазере У Другого Они Очень Схожи Иногда Даже Нам Казалось Что Там Вы Найдете Все Параметры Все Замеренные Параметры Все Субъективно Оцененные Параметры Результаты Нашего Голосования Саму Анкету По которой Мы Судили Проектора Список Отрывков Из Фильмов По которым Мы Судили Проектора Сегодня И Вы Просто Сделаете Для себя Вывод О том Какой Проектор Вам Для ваших Конкретных Условий Для вашего Кинозала Или Кинотеатра Подошел Больше Лучше Потому что Кому-то Важнее Одни Параметры Другому Важнее Другие Для Кого-то Решающим Фактором Является Цена Для Кого-то Является Решающим Фактором Например Контрастность И адекватность Отображения HDR Таким Образом Друзья На этом Мы Закругляемся Спасибо Большое Что Смотрели Этот Ролик Этот Баттл Мы Так Давно Его Хотели Сделать И Наконец-то Запилили А с вами Был Антон Blackroom Вы на канале Про домашние Кинозалы Где Говорят Правду Пока